привет друзья сегодня я хочу поговорить про мечты умеете вы мечтать у меня очень много роликов где проскальзывает вот эта вот тема мечты с вами наталья зубкова и очень-очень хочется мне на эту тему прямо знаете заострить внимание прежде всего надо вам вы вот умеете вы мечтать или нет вот мне очень интересно я умею а вы умеете вообще мечтать можно научиться вот честное слово можно научиться прежде всего нужно взять бумагу и ручку и написать список своих мечт написать список мечты посмотреть сколько получится в идеале должно быть 100 столетий 100 мечт больше можно меньше нет в принципе знаете вот это на самом деле не очень много потому что мы все живем в реальном мире мы все мечтаем о чем-то причем это не за этом там глобальные мечты какие-то бы то есть я так подсказочку такую дам небольшую вы берете вот какая-то одна большая мечта к примеру покупка квартиры новой или там ремонт в новой квартире да допустим это одна большая мечта ее же можно разбить на кучу 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 маленьких мечт представляете кучу маленьких мечт но это такое такие мечты более приземленные такие мечты разные бывают для кого-то это покупка квартиры там какой-то десятой машины для кого-то это что-то нам на даче сделать то есть Не важно, это все равно мечта, и все равно об этом нужно мечтать. И нужно так мечтать, вот знаете, настроить себя, что я мечта, это мечта, но эта мечта должна плавно-плавно перерасти в план, реализоваться и появиться новое. И вот нужно не просто мечтать, нужно взять бумажку, ручку и все это записать. То есть когда вы пишете, вы эту мечту, естественно, думаете, вы ее визуализируете, то есть вы же не просто, например, думаете, так, хочу новую кухню, кухонный гарнитур или какую-то современную кухню, да, вы же представляете, в каком цвете она будет, какие там будут обои, или может быть плитка, какая техника там будет бытовая, какой у вас, какой кран будет на раковине, какой линолеум будет, либо там на полу плитка, какого цвета кухонная и так далее. Кстати, вот и я навскидку только сколько уже мечт, так сказать, да, но это обязательно нужно записывать, потому что есть такая наука сапраматика, и это моя подруга рассказывала, она очень увлекается такими вот моментами, она говорит, есть наука сапраматика, и у нас на кончиках пальца, вот здесь вот на подушечках пальчиков наших, вот, находится нервное окончание, и когда мы вот мало того, что думаем, плюс еще думаем, визуализируем, и когда мы это все записываем, и плюс еще если будут присутствовать наши эмоции от того, что вау, как это будет красиво, то есть вы же представляете, насколько вы будете заходить, вы будете тут готовить, вы будете что-то делать, но это я все про кухню, как вы будете себя ощущать в этой кухне, как вы будете, какие эмоции вы будете испытывать, и вы это все записываете, и вот только тогда эти планы начинают сбываться, вот только тогда все должно быть в совокупности. Вы знаете, и вот когда вы начинаете вот это вот все мечтать, когда вы начинаете записывать, естественно, это может быть будет не за один, Вот вы прям сели и написали так на вскидку. Если вы сели и на вскидку 100 месяцев написали, то это вообще супер просто. То есть вы очень такой самоуверенный человек, очень умный, позитивный, и вам надо уже куда-то дальше идти. А если это все трудно дается, и может быть вполне возможно, что вы сядете и вот эти мечты вы будете писать не один день. Тетрадку взять, красивую тетрадку, ручку. Вот знаете, мне кажется, все имеет значение. Чтобы в тетрадке была хорошая бумага, на которой приятно писать. Помните, в школе такие тетрадки были, бумага такая серая была, продавливалась. А были такие тетрадки, там бумага была, она такая, она аж хрустела. И спишешь листочек, вот так тетрадку, листочек переворачиваешь, а он аж хрустит, этот листочек. Вот чтобы все было красиво, чтобы все радовало, красивая ручка. И вы пишете эти мечты. Вы знаете, и когда вы начинаете мечтать, а мечты – это же позитив, вы же нормальный человек, вы же можете мечтать о чем-то плохом, само собой. Вы начинаете мечтать, вы мечтать, одна мечта цепляется за другую, и в вашей жизни появляются какие-то новые события. Вот знаете, одно выходит из другого, одно притягивает другое. То есть вы начинаете мечтать, то есть вы посылаете во Вселенную позитивные мысли. Может быть вы эти мечты с кем-то еще обсуждаете. Начинаете там с подругами, с семьей, с мужем и так далее. Это еще лучше. И все это, весь этот посыл, все эти эмоции, все это идет во Вселенную. И Вселенная вам подкидывает, начинает какие-то события, которых вы даже и не мечтали, может быть, об этих событиях. Но она вам их подкидывает, эти события, и возможности, и шансы. А так как вы же мечтали, вы же не просто так вот вам дали шанс, а вы даже нафиг мне это надо, да я там как бы, вы же мечтали. И она Вселенная, она лучше нас знает, как это все реализовать. То есть мы думаем одно, а она нам дает шанс это сделать так, как она считает лучше будет для нас. Поэтому нужно любой шанс, любой шанс хвататься, любой шанс пытаться реализовать, да, вот брать, брать удачу за хвост. И оно просто непонятно, невероятным образом начинает налаживаться жизнь. Вот моменты какие-то в жизни, вот вообще, вот. И ты начинаешь такие моменты в жизни замечать, мимо которых ты проходил вообще, вот какой-то очень красивый закат, вот просто. Вот на улице дождь идет, пасмурно, смотришь на улицу, светлое небо, ну тучки, конечно, ну ладно, серое небо. Хорошо, свежо, я себя чувствую замечательно. Я сейчас разговариваю с вами, я делаю, что хочу, я принадлежу сама себе, я здорова, я счастлива. Это позитив, и эти все вот эмоции, которые из меня исходят, они вокруг меня витают. И люди ко мне притягиваются, те, которые такие же, которые идут на эмоции, на вот этот позитив. И еще, вот есть такой, помимо того, что вот этот список мечт, и вот это вот все записывать нужно, да, вот именно промечтать, прочувствовать, эмоции испытать, как будто уже это все сбылось. Плюс ко всему, можно еще себя, вот это вот то, что я говорю, это очень легко всем дается, в основном. А вот есть такие моменты, когда ты вечером, допустим, перед сном, еще одну тетрадочку берешь, или можно в этой же тетрадочке, и ты записываешь, вспоминаешь, что позитивного с тобой произошло в этот день. Не негатив, а только позитив. Не меньше пяти моментов позитивных, больше можно, меньше нет. Каждый вечер ты садишься и начинаешь вспоминать, что с тобой произошло хорошего в этот день. Хорошее может быть любое. Вот ты шла по улице, тебе просто вот дети играли, и один ребенок повернулся к тебе и улыбнулся. Просто улыбнулся ребенок, это же здорово. Какая-то, вот ты шла по улице и услышала какой-то такой красивые звуки. Повернулась, а эта птичка на дереве сидит, какая-то невероятно красивая птичка, и она очень красиво там щебечет, допустим. Допустим, это будет просто воробей, ну просто раньше никогда бы на него внимания не обратила. А тут, боже мой, как красиво чирикает, воробей сидит. Все что угодно, понимаете. Солнышко сегодня ярко очень светило. Вот невероятно красиво светило солнце. А какой закат сегодня был, боже мой, я подняла глаза на небо, а там такая красота невероятная, такие краски. Никакой художник это не нарисует. Все, что угодно, но не меньше пяти позитивных моментов, хороших, радостных, которые с вами случились за это время. Вообще психологи говорят, что в течение 21 дня вырабатывается привычка. И любой, даже самый нытик человек за 21 день прохождения этого тренинга, он вырабатывает себе привычку видеть хорошее. Естественно, организм обманывает свой мозг, и мозг начинает по-другому работать. Он работает, начинает на поиск позитивных моментов, а не негативных. Он уже мозг знает, он привык за 21 день, что ему надо что-то позитивное замечать. И вы будете уже по 30 моментов позитивных в день замечать. Сядете вечером, и вы будете не успевать просто писать. Потом вам не надо будет это писать уже, потом уже не надо будет. Потом вы уже просто сами все это будете отмечать, что вот как здорово, а какой цветок красивый, а какой воздух свежий, а как вообще дышит. Ну, вообще вот все что угодно, понимаете. Но я так думаю, что это не обязательно у всех 21 день. Потому что есть люди до такой степени, либо сильно закомплексованные, либо сильно, которые очень долго были в депрессии, либо люди, которые болели, может быть, долго, да, либо люди просто, может быть, внутри морально, внутренние, очень сильные, и которые вот все твое нутро сопротивляются этому. То есть ты привык замечать только один негатив, а тут тебе какие-то надо тренинги проходить, что-то позитивное искать. И ты вот один позитив, момент, один позитивный, например, написала, а у тебя уже в голову какие-то опять негативные мысли лезут. А суть в том, что мы не можем одновременно мыслить негативно и позитивно. Мы либо так мыслим, либо так мыслим. Если мы начинаем приучать мозг замечать позитивные моменты, то, естественно, негатив мы уже замечать потихоньку отвыкнем. То есть негатив, конечно, будет присутствовать в нашей жизни. Но мы будем проходить мимо него, как мимо чего-то неважного, несущественного, мы не будем его замечать. Он будет у нас как что-то само собой разумеющееся, но не касающееся нас. Понимаете, пока мы этот негатив на себя не примем, пока мы на него не отреагируем как-то, он не наш. Он того человека, который его принес, или той ситуации, которая там происходит. Это знаете, как вот человек, когда приходит к тебе с тортом в гости, приходит и говорит, на, а ты говоришь, я торт не ем. Человек его ставит рядышком тут, заберись с собой, там детей своих накормишь. Мы поговорили, пообщались, человек ушел, торт унес, все. Но ты не принял этот дар, тебе он не нужен. Точно так же вот, когда негативный человек, он идет к тебе с негативом, или какая-то ситуация к тебе идет с негативом к тебе, а тебе не надо это, и ты проходишь мимо. Не реагируешь ни движением, ни взглядом, ни эмоциями никакими. Ну посмотрела, отвела взгляд и пошла. Вот тогда ты этот негатив на себя не примешь, и он останется там, где он есть. Ну вот, все останется на том уровне, на каком было. То есть все зависит на самом деле от нас. Вот в общем-то, такой очень-такой небольшой, но очень действенный прием, как я уже говорю, не всех, наверное, 21 день кто-то будет дольше это все проходить, но это очень работает. Это на самом деле работает. И на самом деле это очень классно, и это то, с чего нужно начинать менять себя. Потому что мы не можем изменить мир вокруг нас. Мы не можем. Мы должны, мы можем изменить себя и свой взгляд на мир. И когда мир останется один и тот же, но кто-то реагирует, вот идет дождь, боже мой, какая слякоть, какая грязь, фу, опять дождь. А кто-то говорит, боже мой, как хорошо. Свежесть, свежий воздух, земля умылась, вот этот шум дождя, как это романтично, как под него хорошо спать, как под него хорошо, под шум дождя, сидеть возле полуоткрытого окна, читать, укутавшись пледом. Правильно? Вот одна и та же ситуация, но совершенно разные два противоположных взгляда на эту ситуацию. Мы можем изменить себя, но каждый может изменить себя только в том случае, если он этого захочет. То есть каждый принимает для себя это решение сам. Мы не должны менять людей вокруг нас. Нет, мы должны только менять себя. Ну все, на сегодня все. Пока-пока.